Начало военных действий против незаконных рекламных конструкций. Представители средств массовой информации и производители рекламы собрались вместе, чтобы наконец перекрыть бурный поток прибыли. Незаконные баннеры в Чите приносят своим владельцам до 50 миллионов рублей в месяц. При этом в России уже есть примеры городов, полностью очищенных от рекламных конструкций. В первую очередь мы обратили внимание, что все легальные распространители рекламы в настоящее время стали находиться в стесненных условиях. То есть кризис дает знать о себе. В то же самое время обратили внимание, то есть эта идея витала в воздухе, что у нас город заполонен рекламными конструкциями, 90% которых стоит очевидно незаконно. Соответственно у законных игроков рынка, незаконные игроки рынка отнимают доходную часть. Преимущество пока действительно складывается совсем не в пользу игроков, владеющих законными рекламными конструкциями. Дело в том, что Байкарская медиагруппа, как и Холдинг, тоже имеет ряд конструкций, но мы первое платим налоги, законно ведем эту деятельность. И у нас даже были ситуации, доходили до смешного, когда наши законные конструкции срезались ночью, а наутро там уже вырастали другие посторонние конструкции, которые мы даже не могли догнать. Кто это, что поставил. То есть это говорит о том, что это действительно теневой рынок, и что это действительно там порядка нет. По информации собравшихся, есть владельцы незаконных рекламных конструкций, которые удобно и уютно сидят во власти, и могут легко лоббировать собственные интересы. И против такого противника проще воевать вместе. Тем более, что доход от штрафов за установку самодеятельных баннеров пойдет в бюджет. Торгово-промышленная палата края готова взять на себя координацию действий и управления ассоциацией. Торгово-промышленная палата готова взять на себя обязанности по координации, так скажем, законных рекламодателей, рекламораспространителей, чтобы все это проходило в рамках законности прежде всего. Ну и, конечно, объединить наши усилия с незаконными товарищами, которые распространяют рекламу на территории нашего замечательного ЗБКС-коряля. Елена Трофимова, Дмитрий Козлов, ЗАПТВ.